мне кажется у меня здесь вот все будет авито-авито прошло какое-то количество времени вот здравствуйте люстра итак мы находимся в сталинки и сегодня мы будем смотреть как в этой квартире ребята сделали ремонт сами своими руками будет очень интересно с вами оля качанова вы смотрите проект как живут другие и мы в гостях у прекрасной хозяйки галины галина привет привет спасибо огромное за приглашение давай сразу с места в карьер площадь высота потолков твоей квартиры сколько комнаты кто-то живет площадь квартиры 82 квадратных метра высота потолков 3 метра но пришлось там уменьшить теперь 280 живу я здесь с мужем и с дочкой шикарно сразу вопрос я просто не могу разведить вот эту планировку потому что ну когда снимаешь видео о сталинках то видно как кожа натягивается разное на вот эту стандартную планировку но твоя квартира это сбой в матрице потому что я вижу что кухня больше что с ней до кухню мы изменили мы ее объединили с комнатой здесь была стена мы ее убрали здесь был проход сквозной мы его закрыли и вот таким образом сделали кухню-гостиную я видела уже такие перепланировки не первый раз там в проходе холодильник стоит но ощущение как будто у тебя еще чуточку больше места может быть это за счет того что ты не стала буквой п заводить на подоконник кухню а я с этим сталкивалась что происходит но кстати насчет подоконника и завести кухню вот как раз него у нас были с мужем споры он хотел единую вот такое пространство но в результате победила я и соответственно мы оставили вот такие вот все образом вообще ни капельки не жалеем мне кажется что получилось очень даже хорошо нет здесь стала у тебя на кухне зачем тебе нужно было это пространство так бы была рабочая зона там что-то складывала цветочки опять те же ну хотя они и так есть для чего мне не хотелось стол в кухне мне хотелось большого пространства в который могут сразу три человека готовить не мешает друг другу потому что готовим мы втроем я дочка муж и куда угодно бы сюда не поставили мой стол это было бы не так уже удобно и было пространство того о котором я мечтала мне хотелось чтобы зайдя в квартиру люди думали сколько не получил ремда так значит смотри еще вопрос да я в начале видео сказала что вы сделали ремонт сами своими руками вот давай будем смотреть кухню в этом контексте и у меня вопрос вообще почему так получилось и как долго вы делали ремонт ремонт мы действительно делали сами у нас был ограниченный бюджет квартира покупка ее оказалось на самом деле спонтанной внезапной мы не накопили ту сумму который планировали и все накопления которые были мы вложили в ипотеку в первоначальный взнос и фактически на ремонт денег у нас на тот момент не осталось выбора не было и мы решили делать максимально все своими руками а как вы переехали уже в готовую квартиру и там делали ремонт или где-то жили и делали ремонт мы жили временно у родителей спасибо им за это большое и приходили делали ремонт вот каждый день практически по вечерам мы приходили здесь что-то делали с учетом того что нам было где жить видимо поэтому наш ремонт затянулся мы его делали не полгода как я себе представляла мы делали это год и девять месяцев когда вот прям мы сделали все для того чтобы переехать хорошо ну пойдем по тихоньку по кухне откуда во первых она такой интересный цвет у нее кухню делали на заказ закрываю шикарчик предательский открытый цвета подбирали сами тараловские цвета хотелось темную кухню всю жизнь у меня были светлые где бы я не жила там снимала в основном снимала это были светлые кухни здесь захотелось вот прям кого-то красивого насыщенного цвета выбирали из нескольких но остановились вот как раз на таком пыльно-серо-синем цвете очень мне он нравится он прекрасно вот на мой взгляд гармонирует с моей стеной то стена мазанка я ее делала сама руками для того чтобы скрыть неровности вот эта стена несущая если нельзя было ничего делать соответственно по покраску она не подходила уж очень она была такая волнистая обшар вот придумали да да она была такая интересная привет когда я показываю вам рум туры согласитесь часто видна рука дизайнера но ведь это так важно когда профессионал обустраивает пространство для жизни для удобства для уюта целой семьи и в последние годы из-за активного роста спроса на жилье проблема с обустройством жилья стоит все более остро именно поэтому профессия дизайнера интерьера становится все более востребованной и оплачиваемой так например дизайн небольшой квартиры стоит от 3500 рублей за квадратный метр более того те кто только погружаются в профессию могут брать от 1000 рублей за квадратный метр выходит так что даже на средней квартире начинающий дизайнер зарабатывает от 50000 рублей и круто что сейчас дизайнера может стать каждый кто реально этого хочет при этом совсем не обязательно быть очень молодым или очень креативным даже навыки рисования совсем не обязательно для этой профессии ранее в youtube и в телеграме я вам рассказывала о школе дизайна интерьера катерина дубровской и готова снова посоветовать вам ее как преподавателя катерина начала свой путь юриспруденции а сейчас она успешный дизайнер с 13-летним опытом чьи работы публикуют журналах и она уже выпустила более 150 квалифицированных и дипломированных студентов которых награждают на всероссийских и международных конкурсах сейчас катерина проводит новый набор для тех кто хочет освоить новую профессию и зарабатывать на ней по ссылке которая будет под видео я вас приглашаю на ее бесплатный мастер-класс где она подробно расскажет о профессии дизайнера интерьера о плюсах и минусах которыми вы столкнетесь и не стоит ли вообще менять профессию после 35 лет ну и само собой ответит на ваши вопросы в том числе неудобные также вас ждут несколько бонусов как получить рассрочку до года без переплат как уже через один месяц зарабатывать первые деньги на дизайне интерьера а также как искать первых клиентов еще во время обучения для вас это возможность полностью изменить свою жизнь и наконец получать удовольствие от работы оставляю ссылку под этим видео приходите регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс и становитесь частью дизайнерской команды мне очень нравится что вот эта часть кухни около которой ты сейчас стоишь большая там где верхние шкафы и и не видно из гостиной до как бы вы ее так спрятали и отставили открытые полочки эта мазанка хорошо так выигрышно смотрится как будто это что-то каменное да и даже трубы на ее фоне уже теряются кстати насчет труб получается что у вас газ да у нас был газ но мы его перекрывали это официально через газовую службу отказывались от газовой плиты повторюсь нас маленький ребенок для меня газ это в первую очередь опасность при этом у нас газовая колонка вогрев воды тоже через нее но она находится в ванной комнате и самая главная причина почему мы еще отказались от газа мы как ты уже заметила объединяли кухню и комнату мы бы не смогли узаконить перепланировку если бы в кухне осталось газовое оборудование супер а ну вот мы кстати не так давно в похожем видео разговаривали и в итоге что по деньгам то есть ты заметила например что стало больше счетов за электричество или это незаметные суммы вот для нас сумму вообще я не заметила разницы возможно просто не такая существенная поэтому я адепт отказа газовых плит скажем так меня вот не переубедить ну и получается от вытяжки тоже согласись что вытяжка нужна на газовой плите по любому да потому что без нее все таки это все осядет наверху на плентусах на потолке у меня в однушке так вот 10 лет стоит газовая плита и все пожелтело в районе кухни белый у меня у родителей такая же история поэтому это прям вида действительно кстати вопрос по вытяжке я ее не хотела мне казалось она будет нагружать вот это пространство у нас прекрасные окна к если что который можно открыть наша плита мне очень нравится что за плита тогда плита 3 3 комфорки это тоже была необходимость из-за старого фонда нагрузки на электричество мы просчитывали возможны вот эти вот электрические мощности соответственно выбирали плиту именно из вариантов 3 комфорочных плит возможно я обманул в названии не знаю как она правильно читать а давай просто покажем вот покажите да а туда сейчас прочитаешь насыпят комментариев сразу ой неправильно там сайомик сиоми вот какая разница несущественно да а я и сто процентов неправильно прочитаю вот это я прям даже гадалки не ходи кстати говоря этой же фирмы у нас практически вся техника микроволновая печь и духовка стиральная машина посудомоечная машина то есть вот мы массово закупались у одного производителя и очень довольна кстати рекомендую действительно вот от чистого сердца кстати это же такая небольшая хитрость да когда ты покупаешь много техники в одном месте вероятно они дают какие-нибудь скидки бонусы там вот что то такое или вы просто пошли потому что удобно в одном месте я тоже так предполагала что если я сейчас закажу несколько вариантов техники то мне сделают скидку никто мне не стремился эту скидку давать поэтому я ее попросила да я ее попросила сама в результате у нас была скидка и бесплатная доставка так что если не предлагают продавцы лучше спросить ничего от этого не будет максимум вам просто откажут не боимся да спрашиваем да за спрос денег никто не берет галина значит вы готовите втроем это мне говорит о том что в кухне у тебя много всего интересненького дать вам всяких либо печки наверняка есть что еще для пасты это зло хлебопечка у нас была это зло она уехала на дачу потому что мне казалось что вы просто наша семья увеличивается на глазах вот от хлеба давай позаглядываем кухня у нас сделана следующим образом есть большой шкаф для хранения какой порядок кастрюли все штуки для готовки смотри сразу вопрос кто ты по знаку зодиака это странно но я решила спрашивать овен прекрасного и дальше духовка зона хранения белки ложки вот здесь огромное количество всяких баночек всяких пластмассовых этих историй отдельно специально делали для них кстати этот шкаф потому что как правило о нем забывается а их огромное количество всякой вот маленькой такой посуды который никуда не да это контейнерная банда да 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 вот здесь угловой шкаф но это наши запасы в кухне здесь вот баночки картошка морковка здесь уже не такая чистота поэтому ну а как ты хитро придумала да то есть он у тебя не выкатной не открывается но зато ты сделала себе дверцу вот такой подороже и она очень выигрышно смотрится усложняет кухню не ломает геометрию да то есть классное решение нам предлагали делать одну часть закрытой просто не вот такую дверцу маленькую узенькую да просто узенькая маленькой неудобно потому что у нас там действительно были хлебопечки с таким вариантом в шкаф помещается огромное количество каких-то крупных предметов я очень этим довольна вот этим решением вот ну и соответственно здесь мусорные ведра пакеты с пакетами куда же без них и посудомоечная машинка по поводу расположения вот этих ящичков мы рисовали на стенах огромное количество вариантов стояли на кухне который в тот момент еще не существовало представляли что вот я в мою посуду раскладываю куда мне удобно как мне удобно будет поставить раскладку на стенах делал у нас мне кажется если отодвинуть кухню там было просто художество наше в разных вариантах разноцветными карандашами что вариант 1 красный вариант 2 синий наскальная живопись такая была мы сразу понимали что мы не хотим в кухне видеть холодильник при входе практически у всех наших соседей мы у нас дом небольшой мы дружим с соседями ходим друг другу в гости холодильник вот на этом прекрасном месте возле окна удобно мне не хотелось мне хотелось оставить полностью стену под навесные полки чтобы вообще взгляд не отвлекался от этой красоты не побоюсь этого слова поэтому холодильник мы убирали с холодильником кстати история мы искали его очень долго была принципиальная позиция по поводу верхней морозильной камеры у нас маленький ребенок и 4 годика и она соответственно еще очень невысокого роста и хотела чтобы она могла пользоваться кухней полноценно так и получилось она подходит открывает сама достает там какую-то еду себе по поводу микроволновки научилась ей пользоваться мне кажется дети вообще какие-то сейчас очень продвинутые разогревает себе это что то есть кухня действительно для всех четыре года да у меня дети в 10 лет мам дай хлеб дай молоко они даже сами не откроют холодильник ей пока это нравится но мне кажется где стенам начнет также говорить что дайте ко мне верхние шкафы у нас это два ряда есть небольшие невысокие и посудные шкафы для хранения на какой-нибудь откроем то ли шкаф с запрещенкой всякими вкусные вкусные вещи на здесь нас не так и много кажется это крупы и прочее а где посуда посуда вот все до вопрос закрыт посуду нашли вот верхние шкафы кстати они у нас пустые практически все там ничего нет мы смотрели сколько у нас вещей примерно предполагали сколько нам нужно место и по опыту я понимаю что ты не сможешь рассчитать что всегда чего-то будет не доставать поэтому вот верхнюю вот эту часть мы сделали но она у нас пока просто да да по любому чего-нибудь прибьется в жизни так часто было что-то дарит там покупать да да еще по кухне в процессе мы понимали что точно не хотим шторы ну мне не хотелось сделали вот эти вот жалюзи но окно было пустым поэтому придумали вот такой вот прием с кашпо очень прониклась мне очень понравилось прям такой отсылка в детство да 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 у тебя много деталей которые делают твой дом таким более жилым уютным то есть бывают квартиры и люди которые хотят жить как в журнале вот они добиваются этой картинки когда на столешнице ничего не стоит да когда там не дай бог где-то красная тряпочка какая-нибудь на светлом фоне выбивается или там зеленая не дай бог а у тебя вот много таких деталей и для жизни конечно в основном людям удобнее когда это вот так уютно поэтому пойдем еще посмотреть что у тебя есть такого интересненького пойдем дальше да ну мне кстати хотелось действительно делать квартиру в таком варианте чтобы люди заходили и в каждой комнате ну или вообще в принципе в квартире видели какие-то вещи которые с отсылкой такое в такое детство о это у меня было когда я был маленький сервант это вообще отдельная любовь буфет же буфет да простить буфет да да я выучила слова пусть фейтеры парады сейчас лайк мне поставят может мы за ним ездили причем брали на вид у нас кстати говоря практически наверное 80 процентов мебели и вообще всего что мы покупали это авито либо реставрировали мы сами это произведение искусства не наших рук творениям и за ним ездили когда мы его грузили хозяин уже бывший хозяин он смотрел говорю ну почему вот почему вы выбираете это у меня там столько мебели ценные породы дерева их никто не покупает никому они не интересны но за этой вещью просто выстроилась очередь а горну это просто произведение искусства почему не знаю я кстати говоря до покупки рассматривала объявление в течение трех месяцев то что мне нравилось уходила вот в течение часа все объявление закрыто брони или еще что то есть они действительно вот как горячие пирожки расходились дима где-то на пинтерест он очень удачно выстроился да мне тоже на на самом деле да это что кажется но есть минус авито и когда ты начинаешь старые такие винтажные вещи отсматривать тебе столько всего нравится и вот не перейти грань когда ты начинаешь просто из дома делать бабушкин вариант очень сложно то есть я вот думала так не больше одной вещи в комнате иначе это будет просто перебор а ты смотрела мои видео правильно понимаю да смотрела и это помогло тебе сложить то как ты хочешь у себя дома да безусловно важно смотреть другие варианты вот эта насмотренность какая-то формируется не сразу потому что как только начинаешь делать ремонт тебе кажется что у тебя в голове идеальная картинка а фактически она создается из таких акцентных вещей тебе нравится одно второе третье но если это все в одно пространство поместить ну да будет каша до каши и мало кто это умеет грамотно сделать я не умею поэтому много всего я не делала смотри вопрос у меня к чему этот потому что я вот прям радею за то чтобы стулья были старыми не заставляю других но как бы мне нравится почему-то купила новые наверняка же есть какая-то причина ну это не совсем новые стулья вообще это авито опять же они подходили нам по цвету это в первую очередь и была какая-то смешная цена по моему за все стульки мы отдали в районе там 15 тысяч рублей это вот вообще просто даром можно сказать потому что так я смотрела новые варианты там районе 50-60 тысяч и это было дорого мне кажется у меня здесь вот все будет авито авито вот ну и почему нет стол тоже мы забирали из квартиры они купили им он очень нравился но он не подходил вообще по концепции квартиры у ребят поэтому мы его с удовольствием забрали себе он у нас уже такой немножко видел жизнь скажем так то это нормально то есть куда ты денешься это квартира в которой живут поэтому смотрим нормально на это все ну хуже над этого совершенно не становится я помню у меня подружка купила стол в лаковом покрытии на первый день дети кружка и сделали скол очень сильно переживала но сейчас уже смирилась и стол там же и вообще ни капли не хуже но это уже я смотрю на мебель как скажем так вот грубо расходник он может портиться и соответственно можно легко заменять эти вещи поэтому пусть слушать пока вот есть возможно привет друзья если вы смотрите это видео и вам она очень нравится то я вам предлагаю пройти в мой телеграм-канал где мы более подробно обсуждаем перепланировки разных квартир смотрим фотографии до после а также герои дают свою обратную связь после роликов понравилось ли им отвечать на вопросы плюс я рассказываю о каких-то новинках в сфере дизайна гаджетах а также специально для подписчиков телеграма мы снимаем вертикальный контент советами от разных героев которые далеко не всегда дублируются здесь на ютюбе поэтому приглашаю вас к себе в телеграм-канал переходите по ссылке внизу в описании к этому видео это моя прям рекомендация для тех кто делает сам у которых нет еще целостной картинки в голове что вот до деталей он хочет увидеть покупать вещи по очереди не переживать по этому поводу поставить посмотреть покупать следующую вещь который будет подходить к уже имеющийся потому что мы купили диван я поняла что вот эта вот стена с картинками у меня была другая в голове она поменялась соответственно из-за дивана думаю хорошо что я не покупала постеры до этого давай поговорим с тобой про диван мне надо спросить это у меня гештальт не закроется диван это диван room но покупала я его с авито он был куплен для ремонта который не вписался на наше счастье диван раскладывается есть места для хранения то что я искала потому что к нам приезжают гости и все постельные принадлежности подушки одеяло они помещаются сюда и самое главное высокие ножки что позволяет мыть полы не нагружает пространство да вообще редкость когда диван раскладывается но при этом стоит на высоких ножках ну точнее не то чтобы редкость но такое сложно найти обычно как бы весь механизм это конструкция внизу это диван пол он такой довольно тяжелый а здесь он у тебя прям легенький легенький что за материал знаешь и довольна недовольна материалом я довольна я честно говоря не знаю какой именно этот материал то что мы его покупали уже готовы не выбирали но он легко чистится это что-то типа велюра да это что-то похожий на велюр наверное какой-то антивандальный велюр потому что у нас есть вандал четырех лет мы часто его чистим и следов от не остается у нас до сих пор кстати есть места в квартире которые нас еще не доделано не в процессе надеюсь в этом году мы все закончим ну вообще до жизнь это вообще такая интересная штука процесс который все время что-то меняет и дети растут и наши интересы может и захочешь картины писать и ты поставишь себе в угол туда куда-нибудь мольбет да да или там гитару ну то есть вот что вот ты просто прочитала мысль у нас мы замечтали танка скажем такое слово с мужем музыкальный уголок гитара я с детства мечтала научиться играть на фортепиано подумала почему бы после сорока не начать поэтому в процессе выбора инструмента мы подходим кстати к зоне которая вот так шокирует немножко людей которые приходят первый раз у нас нет коридора то есть вот здесь была стена для меня это такое прекрасное решение я не понимаю зачем он был этот коридор но подожди что у тебя за дверью там карман маленький коридорчик все равно грязная обувь должна где-то храниться то и там ты грязный заходишь и сильно зависит от того что у тебя снаружи например я жила на первом этаже около проходного самого места когда все кто выходит и заходит в подъезд идут мимо я снаружи ничего не могла оставить и как бы для меня знаешь ну такой коридор был очень даже полезным первый этаж это мне кажется вообще отдельная история нас не первый этаж у нас второе подъезде всего шесть квартир людей мало приходит обувь мы снаружи не оставляем у нас есть шкафы и открою вот на хранение обуви две полки идеально предназначены для того чтобы снять обувь пусть даже мокрой здесь соответственно батончику какие они продаются по моему во всех магазинах типа леруа мерлен вот обувь не стоит на проходе сразу убранный глаз за нее не цепляется ну классный порядочек сразу и вот пуфик до присесть если что по-быстрому снять а вот маленькая корзиночка для мелочи из карманов дата у меня ключи телефон ты скидываешь вот это вот все вот единственное что я понимаю конечно достаточно часто мы приходим сумка кидаем туда и вот это вот мне не очень нравится потому что у нас есть шкаф куда необходимо просто по моему глубочайшему убеждению складывать сумки но почему-то не все этим пользуются мы его делали тоже на заказ с высокими дверцами у нас вот огромное количество петель которые держат эти двери да они потому что тяжелые да но принципиально не хотели верхние шкафчики они как-то разрезали пространство мне не нравилось честно говоря этот шкаф находится в гостиной и его видно практически отовсюду и поэтому чем он менее заметный тем в принципе комфортнее да здесь хранится верхняя одежда так который в одни сезонные поднимается вверх который мы пользуемся сейчас она вот как раз вот внизу очень удобно потом здесь же у нас шкафа которым я изначально думал я еще не представляла весь этот шкаф но вот эту зону я уже знала что она у нас будет это великое хранение всякой всячины холодильные доски вот и для уборки потому что мы про них всегда забываем и потом не знаем куда это все укомплектовать это точно ну да бы это сто процентов без этого вообще вот можно без каких-то вещей обойтись да там одними джинсами не знают но зимней курткой а вот без пылесоса тяжко будет да и ну причем там гладильная доска пылесос сушилки и прочее прочее и у нас еще один шкаф мы делали просто так но он у нас уже заполнен то есть я понимаю что было верное решение предусмотреть еще доп систему хранения вот мы с удовольствием пользуемся галина пойдем посмотрим с тобой перепланировку и что вы сделали санузлами и с проходом получается потому что но это сильно меняет облик квартиры это такое улучшение меня первое волнует насчет законности как сложно тебе было это согласовать но в первую очередь прежде чем приступать к перепланировке необходимо помнить главное правило что несущие конструкции мы не трогаем остальное можем менять по своему усмотрению в этой квартире огромный плюс несущая стена только вот это причем то отверстие которое мы проделали между кухней и залом это была встройка в несущей стене ее можно было убирать стена из дранки владельцы старого фонда знают эту прекрасную конструкцию из досочек бетона и так далее всего из всего да просто можно было найти что угодно вот там кстати нашли клад мы вот так называем линейка какая-то там была зашита мечтали о каких-нибудь сокровищах но не получилось вот и соответственно единственный вот этот вариант был плюс газ мы отказались от газа и проблем не возникло сам узел что мы здесь сделали сократили уменьшили коридор придор был шире а это то помещение которым мы не пользуемся нужно просто пройти вот сейчас я открою здесь дверь мы зашили вход в кухню он был здесь и увеличили таким образом санузел на приличное количество вместо полутора квадратных метров он стал два с половиной практически в два раза больше конечно да это получилось целая комната и мне тоже нравится эта планировка не раз ее встречала я еще видела как вообще полностью вот этот блок вместе с коридором отгораживают и делают вход вот еще на этапе пролета вот где несущая стена тоже вариант это же делают разводку на ванную и унитаз но внутри как бы цен технического помещения я смотрела варианты когда вот в этом помещении ставили душевую кабину ставили унитаз мне это очень сильно нравилось то когда мы уже все здесь стали выстраивать мы просто расчертили место и поняли что будет очень компактно не хотелось клаустрофобию скажем так получить заходя в санузел поэтому от душевой мы отказались когда мы его продлили здесь появилось место для шкафчика со всякой всячиной это ниша она тоже была предусмотрена конструкции несущей стены у у нас кстати с ней возникли вопросы потому что на первоначальном плане квартиры ее не было и пришлось доказывать что они сами ее сделали что она была заплатили за эти 17 тысяч рублей за внесение этой ниши на план но хорошо что сделали если кстати говоря смотрят тоже владельцы старого фонда оказывается до 60-х годов ниша до метра 90 было не обязательно вносить в план квартиры вот такое было правило но сейчас требует их отражение на плане тут не получилось сэкономить а вот плитку вы сами клали до плитку мы выкладывали сами это мой подарок на день рождения говорила мужу мне не нужны никакие цветы ничего я хочу плитку есть такой этап в ремонте когда тоже но не то что в отчаянии впадаешь от его как думаешь когда же он закончится и плитка это вот прям вот такая вишенка на торте можно сказать но зато смотри какая она ценно получилась вот подарок сразу недавно стена кстати мы сделали плитку вместе с обоями переживали какое-то время по этому поводу но наши переживания и опасения не оправдались никаких брызг чистота можете обратить внимание у нас белые обои они очень марки но уже достаточно большое время мы пользуемся этим помещением все в таком же состоянии хорошим она на руки особо это не те места которые ты постоянно друга что с ними случится потом если что можно всегда в белый закатать и будет не сильно заметно хорошо галина я хочу сразу про ванную спросить мы когда первый раз заглянули туда у меня прям создалось впечатление что ты хотела сделать ее такой вот светлой типа это место где все чистое и на этом фоне газовая колонка вообще растворилась то есть она прям такая как будто так и должно быть до газовая колонка это это просто необходимое зло можно сказать ее очень сложно как-то спрятать причем вот эта часть она не нравится мне у меня уже есть идея как ее замаскировать здесь будет такая скажем так деревянная накладочка с возможностью притока воздуха то есть нельзя полностью это все закрывать в этом нюанс тогда попросим в комментариях еще идеи написать что можно сделать с этой трубой было бы замечательно буду читать ожидать реакцию потому что ну вы сами видите это не очень красиво потом мы меняли у колонки трубу она изначально была другого цвета ну вообще в принципе старая то что нельзя спрятать подчеркни вот что у нас еще здесь интересной в ванной в ванной мы повесили люстру это люстра родная этой квартиры мы ее купили вместе с ней не знаю какую других у меня она была в детстве и я мягко говоря ее недолюбливала мыть потому что это просто вот пока ты снимешь все эти штучки и думаешь ты я никогда такую люстру себе бы не повесила но как могли вообще ее повесить в квартире он прошло какое-то количество времени вот здравствуйте люстра единственное что я ее перекрасила основу в черный потому что родная это был такой белый но он уже желтизной был цвет некрасиво она прекрасно вписалась в ванну хочу комментарий свой оставить маленький как классно плитка на стене до потолка смотрится прям как какая-то змеиная кожа вот у нее этот рельеф это очень странная ассоциация но это такой анималистичный принт да это вот мы ее покупали из всего выбора сразу взгляд зацепился именно за нее я в восторге до сих пор муж сомневался в моменте когда он ее укладывал говорил о том что почему мы не взяли единая огромную плитку потому что но она сложна в монтаже да да но в результате то что получилось но на мой взгляд прекрасно у нас получилось еще сделать полочки ванны их не видно при входе специально мы делали шампуни разные вот такие мелочи они не украшают действительно помещение если они в открытом доступе прям сразу на них смотришь вот как раз коридор мы сократили где-то на 20 сантиметров идеально писались полки ведь у нас есть не очень красиво но это не видно то есть я смотрю когда у хозяев у некоторых у некоторых квартирах они настолько красивые баночки вот это все переливает это настолько прекрасно но я пока настолько от этого далека то есть мне быстрее поставить спрятать все вот но когда-нибудь дойду я надеюсь во всяком случае один раз делаешь усилие и дальше всегда просто наполняешь гораздо проще да это надо сделать один раз и дальше норм сделаю сделаю я максимально что что делаю с мыла отрываю наклейку чтобы она у меня красивая белая бутылочка стояла по ванной могу сказать что мы оставили ванну родную она чугунная мы ее реставрировали единственный нюанс у нас не очень хорошая вода высокий уровень железа соответственно это такая желтизна на момент покупки ремонта это какой-то был парадокс вода была кристально чистая как только мы начали пользоваться мы понимаем ну боже мой да что это такое время от времени необходимо обновление покрытие ванны но это того стоит вот ванна глубокая чугунная родная красивая мы ее оставили прям не задумываясь так есть ну да да а еще на полу вас интересная плитка такая знаешь под классику что заплатили много за плитку или какой-то хитрый вариант придумали нет самая главная экономия это выкладывать плитку самим но она кстати да она была дорогая достаточно какой-то период когда мы стали покупать вещи те или иные нам казалось что мы в каком-то магазине все по 100 что-то не спросишь 100 тысяч 100 тысяч 100 тысяч я знаю что мы продумывали вот прям ее раскладку по люстре чтобы люстра смотрела ровно посередине в эту плиточку я не знаю заметно или нет мой внутренний перфекционист хотел чтобы так было здесь нас обычная плитка одна из них закреплена не очень хорошо специально чтобы при возможности иметь доступ к коммуникациям которые там есть но я правильно понимаю что это не люк это просто скажем так не доклеили ее до конца на случай чип и да не на мертвом ее скажем так посадили вот эти люди которые стандартные но мне не нравится они привлекают внимание у нас достаточно колонки в ванной что она эта функция вообще колонка у вас из тех вариантов которые я видела когда она на видном месте к месту как будто туда она прям подходит она еще созвучно с стиральной машинкой ну вот эти все фитинги крутилки я рада что ты это заметила по этой причине я не закрывала стиральную машинку дверками чтобы они перекликали друг с другом и не было акцента только на колонку что можно будет посмотреть так и здесь вот тоже похоже и вот как-то растворилась вот эта вот история с колонкой пойдем смотреть твою спальню да с удовольствием это вот просто то место лично я провожу огромное количество времени именно в этой комнате она большая окно в пол сразу было да это был балкон единственно это были деревянные такие вот створки причем самое интересное мы не знали что это такой балкон на момент покупки у нас просмотр был загадочный скажем так здесь жили люди мы приехали на просмотр было уже темно и нам не разрешили включать цвет потому что они спали по комнатам просто вот так вот так зайдите потихонечку посмотрите это пространство она была заставлена чем-то то есть я видела что это балкон на мне казалось что это стандартный такой вот балкон а потом когда мы увидели балкончик он совсем небольшой какой-то французский вариант балкона и сразу картинка была двери в пол открываем тут цветочки там не знаю столик стульчики кстати балкон ты первое что мы сделали в квартире у нас был просто кошмар внутри не было стен огромное количество мусора но был идеально сделанный балкон мы сидели или там чай как будто у нас просто вот все идеально а с другой стороны был такой апокалипсис одно из моих вот удачных решений мне кажется это не делать шторы карниз на всю стену потому что вот такое расположение как мы сделали я имею ввиду не до конца по стене увеличивает пространство то есть я смотрела фотографировала рисовала там на каких-то фотографиях что шторы до конца не до конца я понимаю что вот такой вариант самый оптимальный но это при условии что достаточно большое расстояние по обе стороны от балкона вле оконного проема две зоны мы смогли сделать это моя рабочая зона я говорила что я никогда не буду работать в спальне но нет я здесь работаю мы сделали стол сами узнаваемая подстолье зингер до которых уже не найти за 3000 рублей за годы контента который мы пили уже все раскупили зингер вот я не успела себе надо было успеть да мы по кстати мы его купили по-моему в районе там 2000 рублей что-то такое вот а вот саму столешницу нам подарили ребята которые делали мебель они посмотрели спросили что мы хотим пришли заменили искали что мы вам просто сделаем такой презент было неожиданно но очень приятно правда единственный нюанс который сейчас бы я заменила и скорее всего я так сделаю стул вот такой металлический он неудобный то есть я скорее всего буду его оббивать и перешивать делать какие-то манипуляции с ним чтобы он был более приспособлен для того чтобы я долго сижу за компьютером полочки не будем уже смотреть там все понятно с ними смотри мне очень нравится композиция два стула напротив кровати в таком случае спальня превращается в более богемную историю то есть не просто комнатка где ты пришел и поспал понятно почему ты тут столько времени проводишь у тебя тут все для этого располагает да прийти посидеть почитать книгу что за интересная этажерка позади кресла рассказываю начнем с этажерки этажерка сделана на заказ ребята делали в питере компанию она к сожалению сейчас закрылась я понимаю что сайт уже не работает я успела здесь у меня проигрыватель он современный но для винила вместе с квартирой нам досталась огромная сумка пластинок поэтому я думаю так пластинки есть нужно покупать по поводу кресел это так называемые мы называем их помойные кресла мы их привезли реально с помойки звучит ужасно ставит лайк тоже хоть раз так делал долго мы их делали потому что не были в очень плохом состоянии изучали вот этот вопрос как их реставрировать шпаклевка по дереву то есть мы их разбирали вот все собирали результат превзошел все наши ожидания шикарные удобные я бы еще одну взяла чтобы поставить его в зал переделав ну как бы по-другому но не могу найти все экономичные они да это известные кресла далее по люстре люстра мы оставили ровно на том месте где она висела при покупке квартиры единственное я ее перекрасила в золотой цвета то она была уж совсем прям такая уставшая кстати говоря у нас очень много именно осветительных приборов остались с предыдущей квартиры хотелось максимально сэкономить и вещи красивые то есть они прям вписывались так дальше по кровати очень важный момент кровать я хотела определенного цвета изголовья очень сложно мне его было объяснить какой цвет я хочу у меня было просто в голове такое бутылочное зеленое стекло как в детстве был лимонад определен какой то я не помню то есть я знала что вот бутылка из-под лимонада в результате я увидела на авито эту кровать мы быстро приехали ее забрали единственное что конечно матрас это мы покупали уже новые вот лампочки теле господи как они называются для как они называются бра саша вступает в игру до бра мы тоже взяли на авито сифон у нас тоже наследие квартира здесь в коридоре был огромная антресоль наверное все это знают а тут мы ее открыли там было столько интересных вещей что-то мы оставили что-то мы выбросили сифон вот сейчас у нас в виде вазы но муж мой говорит о том что он обязательно его восстановит и покажет мне прелесть в использовании настоящим этого предмета ну жду что уже три года почти прошло все ждем по шкафчикам они у нас практически идентичны тем которые находятся в зале но немножко иные по наполнению средний шкаф для всякой всячины с выдвижными ящиками и абсолютно два одинаковых шкафа один и второй сейчас я посмотрю что там хранится ну там ладно все нормально вот это две зоны хранения у меня такая же абсолютно но мне кажется у мужа чище чем у меня поэтому покажу его системы пантограф это когда опускается как раз у вас много на канале таких роликов вообще прекрасное решение мне очень нравится у нас в общем все было прекрасно до момента когда мы все уже расставили я поняла что я забыла про зеркало ну как это так у нас вообще во мне с вами без зеркала нашли место она у нас очень маленькая но пока мы помещаемся целиком все нормально она не бросается в глаза при этом есть и свои функции полностью выполняет галина мы с тобой не обсудили пожалуй только пол и детскую пойдем медленно туда и это же старый фонд соответственно когда открываешь полы когда с ними что-то делаешь там тебя всегда ждет сюрприз у меня было желание закрыть полы когда вы их открыли обратно был линолеум который приклеен я даже не поняла на что мы его отрывали прям с помощью строительного фена это все поднимали вот ну какой-нибудь рубероид знаешь там что-то такое да что что-то в этом роде но самое ужасное во всем этом было то что когда мы открыли я увидела что это дощатый пол досочки и мне казалось боже мой это мечта я столько смотрел это хотелось чтобы были доски я говорю мужу мы будем восстанавливать мне кажется ой дай бог ему здоровья то что он просто промолчал дал мне фен этот строительный сказал дерзай но меня хватило максимум на квадратные 50 сантиметров все я передумала восстанавливать мы купили паркет мы кстати не поднимали полностью не открывали весь пол объясню причину в тот момент когда мы стали просматривать что у нас там творится мы открыли несколько досок увидели что направляющие и лаги и вот сами вот эти вот конструкции в прекрасном состоянии то есть не было никаких ни влажности не плесень и то есть мы понимали что с ними все хорошо была идея все-таки выровнять все под ноль но это та работа которую мы не потянули скажем так мы стали обзванивать фирмы и нам какие-то нереальные цены озвучивали цены которые нам говорили это у меня был бюджет ремонта мне это казалось я ошиблась конечно вот но все равно было очень много мы говорим нет давайте просто поверх выкладывать мы придумали свой метод выравнивания мы купили плиты osb разной высоты и начались пятнашки просто мы их туда-сюда выкладывали перекладывали таким вот методом мы выровняли интуитивно я назову это интуитивное выравнивание вот потому что есть какие-то перепады но что-то новенькое нам интуиция подсказывала что лучше не будет поэтому мы это оставили как есть и дальше паркет очень приятный по цвету такой теплый мне хотелось вот чтобы были видны следы дерева сучков то есть вот такой вот немножко деревянный как будто дом что-то это не квартира а дом ну вот у вас хорошо получилось скрипит не скрипит и как вообще паркет себя чувствует и вы получается не сэкономили на материале но сэкономили на работе и это порядка 30 процентов от ремонта не скрипит единственное есть какие-то места я понимаю что он какой-то пружинит где видимо совсем были сильные такие прогибы если ковер лежит уже не так сильно пружинит поэтому это наш лайфхак эту кстати комнату детской мы ее вообще оставили абсолютно такой как она была это единственная комната которая не претерпела никаких изменений но это так комната которую мы делали дольше всех но не претерпела изменений ты имеешь ввиду обои же вы сами наклеили то есть вы тут не меняли планировку да да стены мы не передвигали ничего не меняли мы наклеили обои и кстати говоря вот из-за обоев у нас потом прошло такой стоп в ремонте обои яркие найти в детскую что-то однотонное такое монохромное очень сложно как правило и мебель и все вещи они очень яркие и когда яркие обои яркие вещи то получается такой взрыв просто вот мне не нравилось мы ее переделывали много раз у меня была концепция такая что в каждой комнате должна быть вещь какая-то советского времени в эту комнату мы притащили огромный шкаф шифонер он нас уже уехал потому что через какое-то время он стал источить какой-то странный запах мы от него избавились пытались его вывести ничего не получилось в результате уехал и вот современная комната но есть есть кресло кресло это отреставрированы но не нами где-то по 70-х годов девочка реставрировала кресло но небольшое для детской идеально подходит у нас есть такой читальный уголок ну и зеркало в несколько раз больше чем в нашей спальне у меня просто дочка любит танцевать как раз ей создали все условия для ее развлечений скажем так а я хочу обратить внимание на плинтус это деревянный широкий плинтус два с половиной сантиметровым ширину он смотрится красиво мне очень нравится но для таких людей как мы которые выравнивали интуитивным методом полы нужно быть очень аккуратным с деревом потому что в отличие от плинтуса более мягких структур вот он как идет прямо ему все равно что у тебя там небольшой как бы неровность пол он ее не закроет мы в результате закрывали потом шпаклевкой вот эти какие-то вот эти расхожги ну в принципе все смотрится хорошо но мы увеличили скажем так работу пришлось помучиться помучились мы допустим там дня 3-4 наслаждаемся этим много уже недель кстати говоря очень долго искали тех кто сможет сделать окна это называется угол рассвета когда не под 90 градусов от этого часть она открывается это в старом фонде по ширине большие стены делались изначально такие окна для того чтобы было больше света в квартире очень красиво смотрится но объяснить кому-то это мы делали не сами было очень сложно потому что все норовились делать вот этот 90 градусов угол и все зачем вам вот этот развлекаловка скажем так непонятно кстати ширина здесь 55 сантиметров здесь правда очень теплые дома галина спасибо тебе большое за рассказ за вдохновение за то что знаешь твоя история вселяет веру в себя то что мы тоже так можем но ты знаешь да что мы хотим совет какой-нибудь о жизни для ремонте свет самый главный вот во всяком случае который мы вынесли из этого ремонта никогда не забывать для кого вы его делаете вы делаете его для себя несмотря на какие-то замечания критику которые может быть и она будет от окружающих никогда не забывайте для кого вы это делаете что жить в этом доме в этой квартире вам и в первую очередь только вам она должна нравиться мы пронесли вот эту идею сквозь весь наш ремонт и очень довольны результатом класс спасибо большое так друзья напоминаю у нас есть целый плейлист со сталинками вы можете посмотреть другие альтернативные варианты такой планировки думаю что тем кто это делает прям супер полезно интересно ссылка внизу под видео также пишите комментарии подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые выпуски и скоро увидимся чтобы посмотреть как живут другие до скорых встреч пока 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 и и и и